Война И я живу в ожидании Краха, унижений И новых утрат И я, рожденный в империи Страха, даже Празденством светлым не рад Все кончается на полусловия Раз, наверное, сорок На дню И я, рожденный в империи Крови И своей-то уже не ценю В 1938 году Мать Булата Куджавы Ашхин Степановна Была арестована и сослана в Карлак Ее муж Шалва Степанович Отец Булата к этому времени Был уже расстрелян Вспоминаю, как встречал маму В 1947 году Мы были в разлуке 10 лет Расставалась она с 12-летним мальчиком А тут уже был 22-летний молодой человек Студент университета Уже отвоевавший Раненый Многое хлебнувший Хотя, как теперь вспоминается Несколько поверхностный Легкомысленный, что ли Я вернулся с фронта И поступил в Белийский университет И жил тогда в комнате первого этажа Которую мне оставила моя тетя Писал подражательные стихи Влюблялся И это помогало забывать о голоде Лишь тайну черного цвета Горькую тайну моей разлуки Хранил в глубине души Вспоминая о маме Был несколько фотографий На которых она молодая С большими карими глазами Гладко зачесанные волосы С пучком на затылке Темное платье с белым воротником Строгое лицо Но губы вот-вот должны тронуться в улыбке За стеной моей комнаты Жил сосед Меладзе Пожилой грузный С растопыренными ушами Из которых лезла зидая шерсть Неряшливый Насупленный Неразговорчивый Особенно со мной Словно боялся Что я попрошу взаймы В тот знаменательный день Я возвратился домой Поздно Уж не помню Где я шлялся Но встретил меня На кухне Прихожей Меладзе И протянул Сложенный листок Телеграмма Шепотом сказал он Телеграмма была Из Караганды Она обожгла руки Встречай пятьсот первым Целую Мама Меладзе Топтался рядом Сопело Наблюдал за мной Какой такой пятьсот первый Сказал я Наверное ошибка Разве поезда Имеют такие номера Нет Шепнул он Нет Не ошибка Пятьсот первый Значит пятьсот Веселый Почему веселый Не понял я Товарные вагоны Коцо Дольга едет Совсем весело И снова поцокал Были ранние сумерки Она обнимала меня Терлась С щекой Об мою щеку Сундучок стоял На тротуаре Прохожие Не обращали на нас Внимания В Тбилиси Где все целуются При встречах По много раз На дню Ничего необыкновенного В наших объятиях Не было Вот ты какой Приговаривала она Вот ты какой Мой мальчик Мой мальчик Это было как раньше Как когда-то Мы шли По вечернему Тбилиси Мне снова Захотелось спросить У нее Как она там Жила Но не спросил Так все хорошо Складывалось Такой был Мягкий Теплый Медовый вечер Я был счастлив Идти рядом с ней Поддерживать ее Под локоть Она была Стройна красива Моя мама Даже в этом Сером Помятом Ситцевом Таком Нетбилисском Платье Даже в стоптанных Сандалях Неизвестной формы Вот я заглянул В ее глаза Они были сухими Отрешенными Она смотрела на меня Но меня не видела Лицо застыло Окаменело Губы слегка Приоткрылись Сильные загорелые Руки Безвольно Лежали на коленях Я метался перед ней Но она Оставалась безучастной И только курила Одну папиросу За другой Она стала Какая-то Совсем другая Сказал я Меладзе Может быть Я что-то не понимаю Когда спрашиваю Она переспрашивает Как будто не слышит Он подсокол языком Когда человек Не хочет Говорить лишнее Сказал он шепотом Он говорит медленно Долго думает Понимаешь Думает Ему нужна время У него Теперь привычка Она мне боится Сказать лишнее Спросил я Он рассердился Не тебе Не тебе Генадз Вали Там Он поднял палец Указательный наверх Там тебя не было Там другие спрашивали Зачем Почему Понимаешь Мама Ты любишь черешню Спросила я Что Не поняла она Черешню Ты любишь Любишь черешню Я Спросила она Вы говорите Про Ливан Да что уж тут Ливан ей богу Не дал бы бог Чтобы Иван На танке Проложил дорогу Когда на танке Он придет Кто знает Что ему приспичит Куда он Дуло наведет И словно Сдуру Что накличет Когда бы Странникам Пустяк Что за вопрос Когда б с любовью Пусть за деньгой Уж лучше так А не с буденными И с кровью Тем более Что в сих местах С глухих столетий И поныне И мирный пламень На крестах И звон Малиновый В пустыне Тем более Что на святой Земле Всегда Привудут с нами И Мандельштам И Лев Толстой И Александр Сергеевич Сами Я и раньше знал Что наше общество Деградировало Но что до такой степени Не предполагало Есть отдельные Достойные Сохранившиеся люди Но что они На громадную толпу Не хочется Не торопиться Не участвовать В различных процессах Происходящих В обществе Хочется Тихо Молча Смакуя Не озираясь Не надеясь Не рассчитывая Ребята Нас вновь Обманули Опять Не туда Завели Мы только Всей грудью Вздохнули Да выдохнуть Вновь Не смогли Мы только Всей грудью Вздохнули И по сердцу Выбрали путь И спины Едва Разогнули Да надо Их снова Согнуть Ребята Нас Предали Снова И дело Как будто К зиме И правда Короткое слово Летает Как голубь По тьме Вспоминаю Как провожал маму В 1949 году Да провожал Так случилось В 47 Встречал Из лагеря А тут провожал Тогда многих Провожали И не на день Не на два А на долгие сроки После всего Что было Ее арестовали снова Мы узнали Об этом В одну из Отвратительных ночей Когда в наш дом Валился человек У которого В Кировакане Моя мама Снимала угол Он приехал Около шести часов Поздним поездом Чтобы рассказать Нам об этом Он сидел На кухне Сыпал пепел На пол На брюки Тяжело вздыхал Тетя Сильвия Плакала негромко Почти шепотом Лампочка Почему-то Истояла Желтый свет Погода за окном Была мерзейшая Все как-то Сошлось Совпало А человек Должен был Выдержать Не распасться От тоски Ужаса Беспомощности Ну и мы держались Как могли Еще гадали Что это Чесир Или Каварде То есть Член семьи Изменника Родины Или контрреволюционной Деятельности Когда она вернулась В 47-м После 10 лет Лагерей Не было ни Реабилитации Ни даже Помилования Просто отбыла Свой срок И вернулась В столичных В столичных И больших Городах Жить ей Не разрешалось И тетя Сильвия Большим трудом Устроила В Кировакане Кассирши В какой-то Артели А мы жили В Билиси Я был Студентом Университета К тому времени Я уже кое-что Начинал понимать Какой-то робкий Анализ событий Совершался В моей Затуманенной Голове И возникали Горькие вопросы За что Почему Ради Чего И вот Мама Трудилась Кассиршей И как-то Умудрялась Выкраивать Мне маленькие Суммы И свои зарплаты Мы переписывались Все как будто Вставало на свои места И не было смысла Роптать И стоило Преклониться Перед яростной Мудростью Тети Сильвии Мы Быстро Привыкали К печалям И умели Объяснить Если случался Маленький Совсем Ничтожный Праздник Да Даже не праздник А легкое Послабление Раздували его До немыслимых Размеров Ликуя Так вот И ликовали Когда она вернулась Когда удалось Устроить ее Вартель Когда повезло Снять угол В домике На окраине У хозяина Не испугавшегося Появления В его мирном Благополучном Доме Этой пропыленной Прожаренной В карагандинских Процторах Женщины С потускневшими Зрачками Да Радовались Вот ведь Как устроен человек Правда Иногда вопросы Все же вырывались Наружу Мы конечно Произносили их Шепотом Как бы Между прочим Как бы не придавая Им значения И отвечали на них Суетливо Полунамеками В которых Сами лишь Могли разобраться Но иногда Шепотно доедала И тетя Сильвия Говорила Да что же Делать Мой родной Если у государства Много врагов Если надо Как-то защищаться Но это не могло Относиться к маме Она-то Тут же говорила Ну с мамой Произошла ошибка Конечно И всматривалась Меня Когда-нибудь Мой дорогой Все это выяснится Я не сомневаюсь Отвечала с грустью Она кусала губы Вдохновенно Произносила Если бы Ты был на их месте И кивала на потолок Их место мне не грозило Я твердо был на своем И теперь ее Арестовывали Снова Пришли как всегда Ночью Перерыли комнату Угол Который она снимала Нашли что-нибудь Усмехнулся я Эй Ничего не нашли Сказал ее хозяин Снова роняя пепел Если ничего не нашли Значит все в порядке Сказал я А что могли найти Вскричала тетя Сильвия У нее было только Старое белье Ничего не было Подтвердил хозяин Я сидел рядом Она собиралась Они искали Перерыли ее постель Чемодан А что они могли найти Она плакала Спросила шепотом А почему она должна Плакать Крикнула тетя Сильвия Она что виноватая Нет Нет Не плакала Сказал он Извинялась передо мной Бедная А что я Как будто я не понимаю Я все понимаю У меня большие связи Сказала тетя Сильвия Утирая слезы Они еще не представляют Что я могу Лицо ее пылало Вдохновением Хозяин Маминого угла Смотрел на нее С изумленной надеждой У меня такие связи Сказала она Им не поздоровится И посмотрел на меня Победно Он сидел и кивал И сыпал пепел Потом он ушел Как-то боком Выскользнул в дверь Стояла ночь Сыпал монотонный дождь Что она может сделать Думал я Я-то знал Что она ничего не может Не было никаких связей Я это знал Да и кто тогда мог И все-таки горячая убежденность Как-то успокаивала Значит Снова тюрьма Допросы Лагерь унижения Карагандинские пески Я был студентом Четвертого курса Я знал Что меня терпят И что чей-то глаз Небесной поволокой Посматривает за мной И что все время Затылком ощущал Чье-то упрямое присутствие Будущее мое Было туманно Несмотря на красивые Лозунги И возвышенные слова О величии человека Да кто-то может быть И был велик Прекрасен А мне лично Не улыбалось ничего Ах я ошибся Утверждаю Что у нее не было связи Ошибся Она начала куда-то исчезать Какие-то глухие Телефонные переговоры Будоражили наш дом Назначались свидания С кем-то где-то Вдобавок ко всему Поздняя осень С дождями Пронзительным ветром Где мама В тюрьме В вагоне За решетчинными окнами На красивом лице Тети Сильвии Не отражалось ничего Кроме упрямой сосредоточенности И телефонную трубку Обволакивали Лукавство Мольбы Дружеские интонации И между всем этим Не было границ И иногда она Тихо плакала Надеясь Что я этого не вижу Над носком Которой штопала Над нехитрой нашей едой А я видел Крупные слезы Скатывались По белоснежной По прекрасной Ее щеке Бывала она Струились Карагандинские пески Плыла позднее Поздняя осень Отповедаться с ней Нам не пришлось Свидание не разрешили Пока не состоится суд А когда он состоится Никто не знал Наступила зима Суда Все не было Гнилая тбилистская зима Гнилые ощущения Дождь Снег Копчащая керосинка Обогревающая В комнату Томительные лекции В университете И мои друзья Напрягшиеся Вместе со мной И всякие фантазии На ту же тему А если снова В лагере То хоть бы Не в эту пронзительную Непогоду Лучше летом Пусть жара Пусть чем Это неистовство Из промерзших вагонах Отцаревшие бараки С тачкой под снег И мы спрашивали Друг у друга Шепотом Ну что слышно Решилось В конце концов Ведь все решается Не так ли Только Можно было Набраться терпения И ждать И мы привыкли терпеть Терпение стало Второй натурой Воздухом Которым мы дышали И когда этого воздуха Становилось слишком мало Для ничтожного вдоха Хотелось кричать И плакать Я помню Она крикнула мне В лицо Вернувшись После очередного поединка Что мы победили Что Бог Есть и есть Справедливость А ты говорил Что нет справедливости Помнишь Как ты это говорил Ты утверждал все это А я верила Что она ни в чем Не виновата Потому что Она ни в чем Не виновата А ты говорил Что перед нами Глухая стена Помнишь Как ты это говорил А я верила Я знаю Не будет лагеря Не будет Не будет лагеря не тюрьмы, не могут невиновную женщину запихать в лагерь, а ты говорила, а я говорила, что не могут, и что же, — крикнул я, боясь верить, — что же теперь?» Она вдруг успокоилась, села и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой, кто знает. «Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться. Я их всех прижала, всех. Вот они где у меня». И яростно потрясла сжатым кулаком. Они увидели, что она ни в чем не виновата. Какой уж тут лагерь, за что? Они дали ей ссылку. Она пристально глянула на меня, это значило, что ей определят место, ну там деревню, поселок какой-нибудь, где она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино. Она изучала мое лицо, и я это видел. «Какое счастье!» — сказал я и попытался улыбнуться. «Сколько же ей там находиться!» «Ну, это не будет же продолжаться вечно!» — сказала она с обычной прозорливостью. Она теребила мой чопчик. Ссылка называлась «Вечную», но мы, словно сговорившись, опускали это слово. «Вечного ведь ничего не бывает». «Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата, и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они, конечно, не могут теперь взять и так просто выпустить ее, понимаешь?» Вечером следующего дня, задолго до отхода поезда, мы были на вокзале. Дома перед уходом тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые она считала могли бы пригодиться маме. Старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылка с подсолнечным маслом, табак и несколько старых журналов, и носки, и белье, и даже чайник, простой алюминиевый чайник, видавший вида, потерявший блеск. На вокзале было тихо, все платформы были пустынны, состава нигде не было. Грязно-серые сумерки спустились на вокзал. Показался застав, он медленно приближался. Трудно было определить, на какой из путей он свернет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа именно то самое место, которое нужно. Вот послышался перестук колес. Длинная змея поезда минуту, изогнувшись, поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы заметались. Там прямо за паровозом точно просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры запорудили платформу. Перебегать через пути было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд Полязгов остановился, а пассажиры полезли в вагон. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве, к нему никто не спешил. Я поглядел вдоль путей, где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу. «Смотри, смотри», – крикнула тетя Сильвия. «Вон мама». Непонятно, как успела образоваться группа людей у арестантского вагона. Было около тридцати женщин с сумками, чемоданами, стояли кружком, а вокруг плотным кольцом стояла охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал, она нас увидела, мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем. Там должно было значить, что у нас все хорошо. Пусть она не беспокоится. Арестантки полезли в вагон, скользящей струйкой. Влились и исчезли. И снова возле арестантского вагона было пусто. Тетя Сильвия вырвала у меня сумку, побежала к дальнему переходу. Было темно. Машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как тетя моя перебыгала через пути, не видел. В вагонах светились окна везде. Только в мамином вагоне господствовала темень. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было. Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона, разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин. Сначала разговаривать с ней не захотел, но все-таки смело вести велся. Хотя вещи передавать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим родным, плакала, сунула ему 50 рублей. И тогда он согласился передать, но только чайник. Только чайник сказал ему, эта вещь в дороге нужная. Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу. Прошло теперь много лет, теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы узнали, что чайник и сержант Еськин так и не передал. За что, почему, во имя чего. Впрочем, это уже не имеет значения. Хрипят призывом к схватке глотки, Могилам братским нет числа, И вздернутые подбородки, И меч в руке, и жажда зла. Победных лозунгов кружения Самодовольством заслан свет. А может, надо б на крушение, Чтоб не стошнило от побед? Нам нужен шок простой и верный, Удар по темечку лихой, Иначе запах ада скверный Плывет над нашей головой. Мы строили противоестественное, Противоречащее всем законам природы и истории общества сами того не понимали. Более того, до сих пор по-настоящему степень этой беды не осознали. Мы по-прежнему не умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность жизни. А пока все это будет у нас в крови, ничего не изменится. Психология большевизма будет дальше губить нас и наших детей. К сожалению, она слишком сильна и разрушительна, и необыкновенно живуча. Ни от гриппа или умопомрачения, Ни на фронте, ни от пули палача, Как обидно умереть от огорчения, А раньше времени растаять, как свеча. Мы 70 лет деградировали, дичали. Знаете, есть замечательный пример из Библии. Когда Моисей уводил евреев из египетского плена, Он ввел их 40 лет вместо пяти дней, Чтобы вымерло поколение, которое было рабами, Чтобы появились люди, свободные от чувства рабства. А мы не просто рабы, которые страдают от тягот, Мы профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством. Ничего, что поздняя поверка, Все, что заработал, то твое. Жалко лишь, что Родину померкну, Чтобы там не пели про нее. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал, А может, это школьник меня нарисовал, Я ручками разбахиваю, Я ножками сучу, И победить рассчитаю, И уцелеть хочу. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал, А может, просто вечером в кино я побывал, И не хватало оружия чужую жизнь крушал, И руки мои чистые, И праведно дыша. Ах, что-то мне не верится, Что я не пал в бою, А может быть, подстрелян и давно живу в раю, И кущи там, и рощи там, И кудри по плечам, А эта жизнь прекрасная, И шнуться к ночам. Красную кистью Рябина зажглась, Падали листья, И я родилась. Спорили сотни колоколов, День был субботний, Иван богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябиной горькую кисть. Зон и кистью Рябина зажглась,